Фрегат Гермиона извещает о своем прибытии в порт Нью-Йорка. Корабль, построенный по образцу 18 века, покинул Францию в конце апреля. Он пересек Атлантику и уже побывал в Йорктауне, штат Вирджиния. Судно повторяет исторический путь, который более 200 лет назад проделал французский офицер Маркиз де Лафайет. Он покинул Францию, чтобы участвовать в войне за независимость США. В Йорктауне де Лафайет со своими солдатами сыграл важную роль в битве против англичан, закончившейся победой американских войск. «Фрегат миновал Канарские острова и прибыл в Йорктаун. Он причалил к побережью, затем прожжел мимо Вашингтона, а теперь находится в Большом Яблоке. Позже корабль отправится в Бостон». Президент общества друзей Гермиона считает, что Маркиз де Лафайет занимает важное место в истории США. «Я сказал бы, что без фрегата не было бы независимости. Это судно доставило де Лафайет, а также весть от французских властей о том, что они будут посылать войска и обеспечат военно-морскую поддержку революционной армии, которая в то время находилась в бедственном положении в Нью-Джерси». А пока экипаж Гермионы, состоящий из 80 добровольцев, приветствует собравшихся песней. «Он будет здесь в День независимости. И это станет важным символом, знаменующим завершение путешествия 1780 года, поскольку цель Гермионы заключалась в том, чтобы принести независимость этой стране». Фрегат останется в Нью-Йоркском порту до 4 июля. Он примет участие в праздновании Дня независимости США. Во время празднований фрегат будет флагманским кораблем, который проведет за собой 100 судов мимо Статуи Свободы. Вся флотилия пушечными залпами поприветствует символ США. Кстати, эту знаменитую скульптуру подарили Нью-Йорку французские граждане в честь столетия революции.